Всем привет! Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал. Всем привет! Продолжаем собираться вместе со мною. Привет! Изначально у него такой более сероватый цвет. Вчера вечером помыл голову и сделала себе вот такую дольку. Но у нас за ночь, конечно, уже видите. Вот чем я сегодня красилась. Это Fluid, консилер от Catrice, тюарный автоматический карандаш от Evon, также тушь от Evon, эванская пудра, кисть и тени. Сайт Joom. Первый раз им сегодня красилась. В комплекте у них есть аппликатор. Им, кстати, и красилась. Он должен здесь находиться, но он не хочет держаться, поэтому пусть так лежит. Цвет 01. Сняла я угольку и забыла нажать на Play. Короче, никаких бигудей ничего не надо. Я показывала вот такие прически, а забыла на Play нажать. Уже минут 10 я с вами разговариваю. Вот что у меня получилось. Жалко, что на улице холодно. Придется шапку одевать. Слушайте, вообще прикольно. Лаком я не буду пользоваться. Насколько хватит, настолько и хватит. Сейчас собираюсь на работу. Ну, слушайте, я прям довольна. Реально. Я помыла просто голову, нанесла вчера мусс, закрутила гульку, и спать легла, и все. У нас сегодня была закупка. Тут, получается, где-то из трех магазинов куплено. В светофоре теперь берем вот такую туалетную бумагу. Трехслойная, 8 штук в упаковке. Стоит 69,50. И, кстати, ничем не уступает туалетной бумаге Zewa. Чек. В светофоре то, что купили мы. Взяли две пачки. Одна уже у нас в туалете стоит. Я отнесла ее. Пиво привезли в светофор 76,50. Такое в Бристоле мы брали по акции по 100 рублей. Тот продукт, который мы попробуем, до того, как видео я успею выложить на канал, я вам подпишу на экране. Понравился нам товар, не понравилось, что-то не так. Сок, содержащий напиток. Яблоко, виноград. 21,90. Тут идет 1 литр. Покупаем уже второй раз. Мне он устраивает. Средства для мытья посуды. Капля. 53,90. В светофоре берем первый раз. Я взяла лимон. Там еще было с яблоком. Соль эффект. Антижир. Ультра. Муж увидел в светофоре плавленый сырок. А вернее плавленый продукт. Состав тут идет заменитель молочного жира. Пальмовое, рапсовое, соевое. 400 грамм. 50 рублей. Долго думали, брат, не братья. Ну, давай возьмем попробуем. Сосиски со сливками взяли. 145 рублей килограмм. Такие тоже берем первый раз. Взяли вот такие. Состав. До этого брали шпикачки. Кстати, вроде ничего. Опять взяла я продукт плавленый. Голландский. Беру или на пиццу, или в пирожки добавляю. Увидела посуду в светофоре. Завезли. Вот этот салатник 2 литра. Весь 15 даже. Миллилитров пишут. 77 рублей. Я все хотела себе стеклянное блюдо. Но там привезли под керамику. Там черный и белым цветом. Мне понравились. Но у нас нет где ее хранить. Пока ее довезли, мы ее испачкали. Решили попробовать вот такую. Краковская колбаса. 80 рублей 50 копеек. Тут получается, я как поняла, цена за упаковку. То есть за штуку. Черкизова. Сосиски черкизовы вообще ничего нормальной. Посмотрим, как эта краковская. Главное, чтобы не очень было много жира. Увидели леща. Упаковка идет 300 грамм. Кушай рыбку каждый день. Без пруда и труда. К пенному. 300 грамм 75 рублей. Заходили сегодня в пятерочку. Видели тоже упаковку. Леща 300 грамм. Цена около 150 рублей. Получается одна большая и одна маленькая. Подпишу тогда вам. Вкусная, невкусная. Взяла опять тесто. Взяла пока одну пачку. А то нам сколько не купи, наверное, тесто. Пока все не возрасходу и не успокоюсь. 24 рубля. Мыло хозяйственное. Брусок 8,50. Ой, фу. Я сейчас понюхала. Вообще фу, воняет короче. Фу, 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 фу. Заходили сегодня еще в пятерочку. Типсов не было в светофоре. Только 100 рублей. 500 граммовые. Но нам не нужна такая большая пачка. Поэтому взяли в пятерочке по акции. 27 рублей, мне кажется. Но я знаю, что вот эта пачка и хлеб в пятерочке нам обошлось 60 рублей. Муж открыл плавленый продукт по его лицу. То и выражение поняла, что он это есть не будет. Посмотрим. Если буду, но... Ну а что-то за 50 рублей думал. Он так долго его выбирал. Похоже больше он на творог. Точнее даже не творог, а творожное что-нибудь там. Первая нотка. Он ничем не пахнет. А если внюхиваться, то где-то далеко-далеко, правда, творогом пахнет. Знаете, как будто творог очень сильно в блендере размешали. А так не покупайте. Вот такую штуку не покупайте. Если хотите, уж попробуйте, правда, со вкусом каким-то купить. Еще заходили в дубки. Мне вчера захотелось чебуреков. Я вспомнила, что в дубках есть замороженные чебуреки. Потому что сейчас у нас еще палатки, ларки никакие не открыты с чебуреками. А какие открыты, к вечеру у них все разбирают. Пельмени взяли. Надо их сейчас в морозилку уже убрать. Потом пока катались, они уже такие немножко подтаяли. С печенкой взяли блинчики. Если захотелось, вы просто охотку перебите и все. И вареники с грибами и с картошкой. Вот это получается 4 пакета у нас где-то вышло на 270 рублей. Чека нету. То ли я проморгала, не взяла. То ли у них кассовая лента закончилась. Поэтому из-за аппарата что-то ничего не вылезло у них. Всем пока-пока. Всем привет. У нас с сестрами задумка наделать роллов. Моя задача, конечно, купить и приготовить. Я пока что купила только вот такие ингредиенты. Купила, значит, листы. Подорожали. 195 рублей. Рисовая бумага тоже подорожала. 90 рублей. Это я покупала в супермаркете. Зашла в Дикси, купила по акции. Крабовое мясо. Акция была 1 плюс 1. Как-то все равно мясо, палочки. Крем-фиш кальмар. Тоже по акции. 70 рублей. Его хочу сделать на роллы. Шапочки. Взяла рыбку. И сыр творожный. Мне девчонка посоветовала. И для роллов сыр творожный. И был по акции. Виолетта тоже была по акции. Творожный сыр. Но выгоднее даже взять вот эту, кстати, пачку. По цене так же, но по весу больше. Тут пока что вот 700 рублей. В планах еще, значит, купить мне рис. Хочу купить пекинскую капусту. Два огурца. Примерно вот так. Ну, вроде бы все. Если не забуду, то сфоткаю, что у меня получилось. Но обычно я забываю. Спринг роллы я уже готовила. Даже, кстати, есть на канале видео. Там нетрудно. Зашли в супермаркет. И я увидела вот такие чипсы. Нори. С острым перцем. Я хочу попробовать. Стоят 40 рублей. Оказывается, у нас тоже продаются. Только они у нас по 50 рублей. А это вот именно с острым перцем. По 40. Я так подумала, что их редко берут. И решили, наверное, цены уменьшить. Даже для приготовления салатов можно. В Метро, кстати, какие брали. Чипсы, нори. Тоже вкусные. С васаби. Мне понравились. Что-то я потела на них. Повелецкий расширяет свой ассортимент. Купила вот такую у них новинку. Называется Сникерс. А это пирожное с абрикосами, джемом. Что такое. Не помню, как называется. Баранки там же купила. Мороженку. Семечки. И хлеб. Идем домой. Как же не знаю, почему он называется Сникерс. Тот же пенек. Вот это коричневое, которое было с орехом. Просто взяли прослойку, сделали кремовую белую. Сверху шапку из крема. Сникерсом орехи. Ну, просто кусочек торта, скажем так. Который стоит 62 рубля. Но при этом ничего такого о Сникерсе вот именно нет. Один раз купить, попробовать и все. Офигеть, у нас засыпают ямы. Ну, хоть это выделили. Акфаль. Утром добрым не бывает, как и вечер. Вчера не было воды. Ни горячей, ни холодной. С 4 часов вечера. Сегодня опять нет воды. С утра пришли. 9 часов постучали по трубам. Как не было воды, так и нету. Что ж какая там у нас ведь проблема? Что нельзя было ее за полтора дня сделать? Сейчас будет звание управляющей компании, спрашивать. Если она скажет, что мастера решают, я скажу, что их там нету. Что, они ушли полдвенадцатого? Наверное, себе какой-то ранний обед сделали. Иду на работу, съездил светофор. Всего чуть-чуть по мелочи. И набирается очень много денег. Интересно, это воды не только в моем доме. У меня такое кучуство, да. Ну, как дети катались. Несколько сейчас так и катаются. Главное народу. Дом воды только осталось в термоплоте. И все. Отправить заказ у Наталина до сих пор. Сходили мы в светофор. Вот что мы купили. Опять взяли сосиски со сливками. Как последний раз брали. Вроде ничего такие. Пакет вышел на 147 рублей. Килограмм. Леща. Опять взяли 300 грамм. 45 рублей. Я посмотрела, мне кажется, он должен быть с икрой. В тот раз понравился. Вообще вкусный был. Привезли батончики. Это я уже вскрыла. Попробовала. Батончики в глазурь. 750 грамм. Вышел у нас на 130 рублей 50 копеек. Я сначала даже не обратила внимания. А потом пришла домой. Гляжу, что они даже изготовлены и упакованы. 25 мая. Недавно. Они прям мягкие, свежие, вкусные. Вообще. Вот кто любит зефир, покупайте. Вообще, правда, воздушный. Вкусно. Я его сейчас доем. Мыло туалетное. 180 грамм. 19 рублей 50 копеек. В магазинах других. Такой кусок, только 200 граммовый. Стоит 50 рублей. Так что тоже выгодно. Куземляничное. Вот оригинальное. Также есть хвойное и банное. Тоже по этой же цене. Кто пользуется таким мылом, берите вот в цветофоре. Дешево. Типсы взяли. В первый раз такие берем. Взяли с креветками именно. Нам сказали, что они вкусные. Но вот было три последних пачки. Видите, они уж, конечно, тут поломлены. Вот со вкусом жареной креветки. Тут должно быть 500 грамм. 101 рубль 50 копеек. Взяли опять плавленый сырок. Только теперь уже со вкусом бекона. Хотим его попробовать. 50 рублей. Тот сливочный, кстати, мы съели. Я его смешала с майонезом, с укропом и с чесноком. То есть более съедобный уже он получался. Ну, на этом все. Так-то толком ничего не купили. А вот 676. Что не показало, вы увидите сами. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. А мы ужиной садимся. Заходили мы еще в Дикси. На 576 рублей. У нас заканчиваются макароны. Взяли 48 рублей. Молоко. Я сейчас немножко опять начала пить молоко с кофе. Огурцы были по акции. Вот такой лоток. 600 грамм. 70 рублей. Горчица по акции. 50 рублей. Захотелся такую французскую. Просто горошком. Большая баночка. 270 грамм. Вот именно такую, такую фирму горчицу я не пробовала. А тут, кстати, мы все купили по акции. Только макарон без акций. Хлебцы. 25 рублей. Но это не сладкие, а ржаные обычные. Кекс. Печем дома. Изюминка. С изюмом еще не пробовали. Лимоны. По 170 рублей. Один лимон вышел на 26 рублей. Выбрать вообще не из чего было. Ну, хотя бы вот один более-менее. И то с такой вот попою большую. Хотелось какого-нибудь йогурта. Смотрите, что мы взяли. Творог лукоморья. 40 рублей. Выбрать вообще тоже не из чего. Остальные что-то по 120 рублей какие-то. Лукоморья нормальная фирма. Йогурт греческий 36 рублей. Именно с черникой по акции. Их и оставалось, кстати, там 2 штуки. А остальные вкусы или вообще натуральные, без акции были. Йогурт и чудо 47 рублей. Это вот муж себе взял. Ну, едим, конечно, пополам, но всегда он берет его. Вот это йогурт активе 25 рублей. А вот это активе натуральный термостатный 30 рублей. Хочу термостатным йогуртом попробовать салат заправить. Вот такой взяли. Был по акции киви и виноград. Я вот открыла, попробовала. Ну, такое себе. Вот намного вкуснее взять вот тот же чудо вкусный. И с кусочками фруктов. Тут попался киви мне кусок. Но киви, знаете, киви вообще не спелый. То есть, тугой кусок. Но другим вкусом, если взять, попробовать. 40 рублей. А, еще томат. Купила томат, и тоже не из чего выбрать. И это взяла даже подороже. Вот один томат. Это томат азербайджанский. Вышел у меня на 50 рублей. Килограмм, потому что стоит вообще 200 рублей. А был еще томат дешевый. Там что-то 95 рублей килограмм. Там вообще плесень, все помято. Ну, так вот порой дикси смотрят со своими овощами и фруктами. А так, еще зашли сейчас в местный магазинчик. Яблоки. В дикси были яблоки по 100 рублей. Туда привезли по 90 рублей. Почему не люблю маленькие магазинчики? Потому что продавец накладывает сам вам яблоки, какие она посчитает нужным. Одно яблоко я попросила вообще выложить. Я увидела, вся гнилая. И сейчас вот открыла пакет. Вот. Я понимаю, что их только привезли. Но мне вот это вот тоже зачем? Почему-то на них уже финансат образовался. Хотя я пришла и сразу же развязала пакет. Вот такие у нас покупки. Ну, тут примерно вышло у нас на 150 рублей. Вот все, что мы купили. Увидимся в новом видео. Всем пока-пока.